Золотой Мангуст Я хотел от всей души поблагодарить своих друзей за такую настоящую дружбу и такое настоящее человеческое отношение. Одной из первых свою премию из рук Николая Скорика получила Алина Талай, восходящая звезда белорусского спорта. Ей всего 24, но она уже является рекордсменкой своей страны и обещает побороться за олимпийские медали. Впечатление, конечно, очень положительное, очень приятное, потому что я вообще впервые на таком мероприятии. И мне безумно понравилось, потому что все-таки находиться среди таких людей, среди знаменитостей, это, ну, многого стоя. Большинство премий ушло профессионалам в контактных видах спорта, борцам и дзюдоистам. Наши ребята традиционно в лидерах. У меня отец учился здесь в Украине и выступал за Украину. У меня дяди живут здесь. Я сам здесь выступал в 2010 и 2011 году за Украину. И в Украине у меня очень много воспоминаний с Украиной и как бы вторая родина. Отметили награды из заслуженных спортсменов. Самый сильный человек Василий Веростюк не успевал раздавать автографы, ведь и его вклад в популяризацию спорта достаточно весом. Приехал и не шкодую. Дякую, конечно, организаторам, потому что, как я уже сказал, это хорошая возможность отметить тех спортсменов, которые в этом, в прошлом году достигнули высших высот. Згадать тех спортсменов, которые уже пошли из профессиональной арены. Несмотря на то, что мероприятие было посвящено спортсменам, многие наши, да и зарубежные гости были обеспокоены недавними событиями в Украине и, в частности, в Одессе. Борьба украинцев стала главной темой обсуждения среди гостей. Нам удалось узнать мнение тех, кто непосредственно знаком с борьбой одесситов за евроинтеграцию. Сегодня большинство жителей Украины испытывает громадное зачарование в связи с неподписанием соглашения об ассоциации с Европой. И именно Евромайданы, как в Одессе, так и в других городах страны, спасли честь Украины. Они позволили оставить открытыми двери Европу для Украины на будущее. Это оценили все наши европейские партнеры. И такую же оценку, я думаю, даст Евромайданам и украинский народ. Не остались незамеченными и действия работников правоохранительных органов, которые с помощью сотрудников ЖКХ попросту вытолкали людей с Приморского бульвара. Милиция на это получила высочайшие указания. Вместе с тем, я думаю, что это большая глупость со стороны и тех руководителей, которые отдали такой приказ, и того усердия, с которым он был выполнен. А глупость всегда наказуема в конце концов. Злые языки и пессимисты говорят, что нужно смириться и забыть про евроинтеграцию. Но народный депутат Эдуард Гурвиц призывает одесситов не сдаваться и отстаивать свои законные права. Большое спасибо всем тем, кто в эти тяжелые, подчеркиваю, тяжелые для страны дни вышли на Майданы и поддержали стремление Украины и Европы. Подобные взгляды разделяют и спортсмены, и присутствующие гости. Но многие просто боялись высказываться. Те же, кто всегда стоит на защите интересов своей страны на спортивной или политической арене, защищая честь государства, телекомпания «Круг» желает стойкости и побед. Субтитры создавал DimaTorzok